Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Беларусь и тому, в Первомайском районе прошел открытый диалог. Молодежь – это двигатель прогресса. Это не только будущее, но это и наше настоящее. Какие темы обсуждались на встрече? Незапланированная остановка. На Гоголе они поделили дорогу, рейсовый автобус и большегруз. Водителям необходимо помнить, что подъезжая к пешеходным переходам либо перекресткам, нужно заранее притормаживать и сбавлять скорость. Есть ли пострадавшие? Бобруйск в твердом переплете. В горе с полкоми презентовали новую книгу. Уверен, что каждый сегодня человек, который знает историю города, найдет еще новые страницы. В чем уникальность издания? А также безопасная АЭС, рейсы в Россию и по европейским стандартам. В стране построят железы электроотоплением. Сколько возведут квадратных метров? Лучший подарок – это книга. А еще лучшее издание – о родном городе. В горе с полкоми прошла презентация сборника о прошлом и настоящем Бобруйска. Максим Кембель пообщался с автором. Очередное заседание Бобруйского исполкома началось не совсем обычно. Вместо цифр и докладов – презентация новой книги «Бобруйск в переплетении столетий». Автор – Александр Казак. На более чем 200 страницах истории современности города на Березине. Такая идея у создателя родилась еще в 2017-м. Но всякие причины мешали, я правду сказал, пока не возглавил город Александр Викторович Студнев. А он как-то нас понял, и мы нашли понимание и поддержку, и помощь. В книге синтез текста и фотографий. Главные герои Бобручания из самых разных эпох. На свет вышло уже порядка 500 экземпляров. Но самый первый для первого лица города. Спасибо огромное. На самом деле это настоящий труд. Я, крайне сказать, ее смотрел, когда она еще версталась. Уверен, что каждый сегодня человек, который знает историю города, найдет еще новые страницы истории, про которые даже многие из нас не знали. И, уверен, это будет настольная книга для горожан. Поэтому спасибо за этот труд. Спасибо за вашу позицию, на самом деле. И самое главное, искренность вот здесь, в этих лицах людей. Бобруськ. Переплетение столетий. Первое издание подобного формата за последние 30-летия. По словам автора Александра Казака, идей еще много. Главное – воплотить их в жизнь. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруськ, 360. Дискуссионная площадка. В Бобруське прошел открытый диалог с Первомайским активом Союза молодежи. Здесь собрались секретари первичек учреждений, предприятий и организаций. Спикером на встрече стал депутат Палаты представителей Вера Широкая. Темы поднимали самые разные. От исторических фактов до наших дней. В преддверии годующего форума не осталось без внимания и тема номер один. Программа развития Беларуси на ближайшую пятилетку. На мой взгляд, самое актуальное и новое, что введено в эту программу, потому что я была делегатом Пятого Всебелорусского народного собрания, для меня это стали сильные регионы. Само словосочетание «сильные регионы» предполагает их развитие, развитие не только инфраструктуры, но и развитие производств, нахождение той точки роста, с которой каждый регион способен развиваться и восполняться кадрами, чтобы молодежь оставалась там, не уезжала в крупные города. И я считаю, что правильно. Если мы займемся действительно малыми регионами, создадим там возможность работать, трудиться и проживать, то молодежь, естественно, будет в большей степени оставаться в своих регионах. Не зря называется «Открытый диалог Беларуси – это мы». Называется он так, потому что молодежь – это, по словам главы нашего государства, молодежь – это двигатель прогресса. Это не только будущее, но это и наше настоящее. И у молодежи в наше время уделяется значительное внимание, что ни странно. «Открытый диалог» – это дискуссионная площадка, которая создана для того, чтобы задевать самые интересующие вопросы молодежи, и чтобы у молодежи была возможность пообщаться с представителями власти, с общественными деятелями и с политиками, и обсудить все глобальные вопросы, которые их интересуют. Разговор получился искренним и без купюр. Подобные встречи здесь практикуют как минимум два раза в месяц. На повестке все самое актуальное. Не разъехались. В Бавруйске столкнулись фура и рейсовый автобус. ДТП произошло на Гоголя в 12-м часу. Одиннадцатка и Большегруз двигались в попутном направлении. В результате аварии повреждена передняя часть МАЗа, разбито лобовое стекло, смят и бампер. Никто из пассажиров по предварительной информации не пострадал. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о правилах безопасности на дорогах в зимний период. Водителям необходимо помнить, что подъезжая к пешеходным переходам, либо перекресткам, нужно заранее притормаживать и сбавлять скорость, так как там наибольшая вероятность образования гололеда и торможения других водителей. Развитие агроэкотуризма, дома с электротоплением и инвестиции в зеленое богатство. В стране реализуют экологичную госпрограмму. О каких суммах идет речь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025-го. Соответствующий указ подписал глава государства. В частности, документам предусмотрено сохранение льготного кредитования в Белагропромбанке в размере до 2000 базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. В районе Белорусской атомной станции появится сеть сейсмических наблюдений. Она нужна для того, чтобы следить за геодинамической стабильностью. Сейчас около АЭС работает временная сеть, но для эксплуатации станции нужна модернизированная и постоянная. Беларусь расположена в сейсмически спокойном месте. Однако после аварии на Фукусиме атомные державы пересмотрели свои подходы к безопасности. Белорусский авиаперевозчик возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, а в Ростов-на-Дону с 13. Также увеличивается количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Со следующей недели улететь в российскую столицу и вернуться в белорусскую можно будет не только по понедельникам, средам и пятницам, но также по четвергам и воскресеньям. Не менее полумиллиона квадратных метров железа с электроотоплением построят в Беларуси в этом году. Такие дома возведут во всех регионах. За основу взяли опыт европейских стран, где почти треть домохозяйств пользуются электричеством для теплоснабжения. Это перспективное направление предпочтительное и с точки зрения экологии. Более 7 миллиардов рублей пойдут на реализацию госпрограммы «Белорусский лес». Она рассчитана на ближайшие пять лет. В документе сделан акцент на рациональной переработке сырья и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. По расчетам аналитиков, в результате внедрения госпрограммы в жизнь через пять лет лес будет покрывать 40% страны. В Беларуси выздоровели выписаны 243 144 пациента с COVID-19, а сфиксированы 255 172 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 538 812 исследований. Такие данные приводит Минздрав. ПЦР-тесты на COVID-19 в стране будут выполнять частные лаборатории. Установлена и максимальная цена – не более 79,5 рублей. Для сравнения, стоимость ПЦР в Украине – 140 рублей. В Германии доходит 750, в Великобритании – и вовсе 900. По последним данным, общее количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 105 миллионов. Менее 2000 рублей за квадратный метр – индивидуальный подход каждому клиенту. В столице больше всего жилья сдается в комплексе Минск-Волт. Новоселы получают ключи. И каждую неделю начинают продавать квартиры в новых домах-кварталов. Сейчас это дома Касабланка и Мальдивы. В самом крупном многофункциональном комплексе Европы создается новая городская среда. Удобная для жизни и ведения бизнеса – подробнее в репортаже. Ключи от собственной квартиры – яркое впечатление. Именно с собственного жилья начинается уверенность в завтрашнем дне. Квартира – это прежде всего стабильность, как стабильная позиция крупнейшего застройщика в стране. Каждая семья со стабильным доходом должна жить в собственной квартире. Это убеждение – прежде всего индивидуальный подход застройщика к каждому клиенту. В семье корнейщик не скрывают радости. Это их квартира в доме Гонконг. Сразу зашли в квартиру, ну тут есть где разгуляться, какие-то свои фантазии воплотить в реальность. Понравилась квартира, как вы видите, они светлые. А вот несколько слов про индивидуальный подход. Когда мы заключали договор, на тот момент, получается, один только застройщик мог предложить рассрочку. И на таких условиях просто, грубо говоря, ты с паспортом приходишь. Тебе не надо по банкам бегать, какие-то там поручители, еще что-то искать. То бишь, условия для рассрочки были самые суперские. Минск Уорлд строится с опережением сроков. Не только квартиры, но и коммерческие и общественные помещения. Сейчас квартиры начинают продавать в доме Касабланка. Вначале самые привлекательные цены. В этом доме от 2700 рублей за квадратный метр. А вообще, в комплексе есть и квартиры по цене менее 2000 рублей за квадрат. Дом Касабланка – энергия современности. По примеру других высоток комплекса Минск Уорлд, он спроектирован как часть уникальной городской среды и подойдет жителям любого возраста и образа жизни. Две секции по 19 этажей, на которых можно выбрать квартиру площадью от 29 до 66 квадратных метров. Высота потолков 2 метра 70 сантиметров. В зависимости от площади, в каждой квартире от двух до шести окон с шикарными видами. В каждой секции предусмотрено по два бесшумных скоростных лифта компании «Отис», один из которых панорамный. Дом вписан в инфраструктуру комплекса. Закрытый двор, близость паркингов, велосипедная парковка. В квартале будет детский сад. Рядом зона для прогулок, магазин, спортзал. В шаговой доступности метро. Через Минск Уорлд проходит третья линия столичной подземки. Пара станций до центра города или 5 минут на автомобиле. А это дом Мальдивы. 25 этажей красоты, уюта и стиля. Квартира от 28-метровых студий до евротрешек в 75 метров. Высокие потолки, а на 25 этаже и вовсе 3 метра. На первом этаже дома Мальдивы будут помещения торгового назначения с высокими потолками отдельными входами. Это возможность открыть бизнес прямо в собственном доме. А в подвальном этаже хозяйственные кладовые помещения, куда можно будет спуститься на лифте. В квартале Тропические острова будут построены общеобразовательная школа и торговый центр. В окружении зелени расположатся детская и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. Комплекс Минск Уорлд уже сейчас считается новым центром притяжения белорусской столицы. Здесь можно найти не только жилую, но и общественную и коммерческую недвижимость. Темпы строительства комплекса Минск Уорлд растут. Мы хотим возвести его ранние сроков, заявленных в инвестиционном договоре. Основные работы планируем завершить до конца 2023 года. Только за последние три месяца в комплексе Минск Уорлд сданы более 15 новых домов. Работы ведутся буквально в каждом квартале. На данный момент строится одновременно более 5-10 домов. Это тысячи квартир, которые скоро получат наши покупатели. Именно здесь возводит Международный финансовый центр с тысячей рабочих мест. Центр станет высотехнологичным хабом для стартапов и привлечет миллионы долларов иностранных инвестиций. Рядом крупнейший в страде торгово-развлекательный центр «Марамол». В торговой зоне будут представлены известные бренды «Аврозвлекательный», «Фудкорт» и «Суперсовременный кинотеатр». Как купить? Просто. Застройщик предлагает жилье в длительную беспроцентную рассрочку. На старте продаж самые привлекательные цены. Напомним, от 1999 рублей за квадрат. И индивидуальный подход застройщика к каждой семье. Поторопитесь. Квартир много, но именно вашу может купить кто-то другой. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»